Здравствуйте! В эфире общественно-политическая передача «Многоточие» и я Владислав Копылков. Сегодня у нас в гостях историк Игорь Копытин. Добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам. Сегодня хочу с вами поговорить на разные темы, которые затрагивают и тему образования, и военную тематику, и общественные какие-то связи. И вот первая тема, с которой бы хотелось начать, это учение НАТО, страны Балтии и Польши. То есть в Эстонии отрабатывался сценарий нападения на Эстонию у соседнего государства под названием Ботния, которая оккупировала часть Эстонии, и эстонские военные совместно с военными НАТО и Польши должны были эту угрозу отбивать, то есть деоккупировать свою территорию и уже наносить ответные удары. И в России многие эксперты расценили это как военные учения против России, то есть под Ботнией они рассматривали Россию. Вот что вы можете об этом сказать. Так ли это с точки зрения военного эксперта? Важно отметить, что пункт 5 Вашингтонского договора предполагает военное вмешательство стран-членов НАТО для отражения агрессии в отношении одного из членов НАТО. И учения, которые проводит НАТО, будут они кто сейчас в последнее учение в Польше или на территории Эстонии, они носят именно оборонительный характер. Сила обороны Эстонии, а есть и, кажется, и вот они так и называются, сила обороны. Задачей силы обороны Эстонской Республики является защита суверенитета Эстонской Республики. И именно в этом ключе нужно рассматривать учения, которые происходили с участием Эстонии. Участие вооруженных сил Эстонской Республики в военных учениях и маневрах НАТО – это есть учения, направленные на взаимодействие, на выработку слаженных действий не только в ситуации вооруженного конфликта, но и для предотвращения экологических и гуманитарных катастроф. Также часто имеют место быть учения Болтик-Хост, на которых отрабатывается прибытие сил союзников на территорию Эстонии через порты приема, прежде всего, порт Таллина, порт Павловский, и военной базы Эмари для того, чтобы поддержать Эстонскую Республику. Подобные учения по применению пункта 5-го Вашингтонского договора проводились и раньше. Последние учения были в Норвегии. Конечно, мы знаем о напряженных отношениях идеологии России и стран Запада, прежде всего, Альянса НАТО, поэтому для меня лично неудивительна реакция России. Мы знаем, что буквально сегодня, если не ошибаюсь, вчера, российский военный самолет нарушил в очередной раз воздушную границу Эстонии, по этому поводу была сделана нота для Министерства иностранных дел Российской Федерации. Россия этот факт отрицает. В воздушном пространстве Норвегии контролируются системы радиолокации и через взаимодействие трех стран Балтии и НАТО путем воздушного контроля со стороны истребителей, которые базируются в Литве. Нарушения границ, воздушных границ Солнской Республики, они довольно-таки часто происходят. Это можно объяснить, во-первых, тем, что есть в очертании или в контуре воздушных границ есть так называемый треугольник, вайндло, который постоянно нарушает российские самолеты, которые прокладывают свой маршрут напрямую, не желая обходить выступ. То есть они делают это неоднократно? Неоднократно. И ряд учений, в том числе и последние учения Запад, в ходе этих учений российские военно-воздушные силы, насколько я знаю, совершали маневры воздушные, которые были направлены на страны Балтии. Истребители-бомбардировщики шли на атаку позиций на территории стран Балтии и непосредственно перед границей делали резкий поворот вверх. То есть, я вас перебью, то есть вот эти вот учения Запад, которые проводились в России, где они якобы отбивали террористическую угрозу в Калининградской области и на территории Белоруссии, на самом деле это все-таки ширма и прикрытие. Как вы говорите, они уже чуть ли не готовились атаковать буквально Эстонию. Прежде всего нужно отметить то, что учения Запада по количеству военнослужащих, которые приняли участие в этих маневрах, они превышают последние учения НАТО, проведенные в Польше. Это раз. Во-вторых, РФ и Беларусь не учитывали официально, не декларировали максимальное количество военнослужащих, которые приняли участие в военных учениях Запада. Учения не длятся в течение одного дня или недели. Был длительный подготовительный период. И, насколько мне известно, количество военнослужащих Рейской армии и армии Республики Беларусь превышало заявленное количество, как я считаю, по минимуму в тое. То есть, правильно ли я вас понимаю, если эту тему закроем, то Россия своими учениями Запад буквально подтолкнула Эстонию к тому, чтобы она провела эти новые учения с НАТО? Чтобы как-то обозначить то, что они готовы в случае чего защищаться. Или вы считаете, что это совершенно две разные темы, которые не стоит связывать? Я считаю, что эти вещи, как учения Запада и маневры НАТО, не следует связывать между собой. Хотя на фоне трудного диалога между НАТО и Россией мы можем наблюдать некоторые недоразумения в отношении учений Запада. было высказывание Министерства обороны ряда стран НАТО, в том числе и Латвы и Эстонии, которые видели в этом угрозу. Также и наоборот, в отношении маневров НАТО в России заявлялось, что они носят агрессивный характер. Но мы должны понимать, что участие Эстонии в военных маневрах НАТО не является ответным ударом или ответом на поведение России совершенно нет. Ну, разумеется, не удары. Это возможно дали понять, что если что мы готовы. Да, в этом плане я считаю, что участие Эстонии в этих учениях – это плановые учения. И кроме этих учений Эстония участвует во многих операциях, не только, которые носят учебный характер, но и в военных операциях НАТО. Ну, вот эти военные учения Запада в России и вот эти учения State Fest Jazz, насколько я помню, они называются здесь, в Эстонии. На фоне этого и происходят какие-то политические события, например, постоянная эмиграция политических беженцев из России в Эстонию, добавление кросса в Интерпол за один день до муниципальных выборов. Что это все значит с вашей точки зрения? Это какой-то новый виток противостояния? Или Эстония просто выполняет какую-то свою демократическую миссию, обеспечивая здесь людей убежищем, и не нужно это как-то приравнивать к противостоянию Запад-Восток или Россия-Запад? Ну, исторически так сложилось, что Запад и Восток на протяжении длительного периода в истории находились в противостоянии. И действительно ряд политических оппонентов или оппозиционеров российских нашло убежище или пытаются найти убежище в Эстонии и Латвии, прежде всего. Но я считаю, что в данный момент Россия взяла курс на то, чтобы не только не ослаблять свое влияние или не сдавать свои позиции в странах бывшего постсоветского пространства, но и свои позиции там укреплять. Укреплять только за счет политического влияния или политического давления, или за счет военной мощи тоже? Военная мощь, так сказать, бряться не оружием. Безусловно, это связано с политическими решениями и политическими процессами, которые идут в России, и которые, скажем так, имеют прямую привязанность к внешнеполитическому курсу Российской Федерации. Российская Федерация, мы видим это сейчас на примере Украины, ни в коем случае не была заинтересована в утрате своих позиций в Украине, и после так называемой оранжевой революции Россия предприняла целый ряд шагов для того, чтобы Украину удержать на твердой такой сцепке. На крайнем случае, я так считаю, что они могли бы пойти и на разделение Украины на две части, восточную и западную, после прихода партии регионов Януковича. Мы видим, как Украина начала брать курс, медленно, но верно, на сближение и интеграцию с Россией, как член СНГ. Последнее выступление Януковича и выражение позиции украинской державы показывает ясно на то, что Украина отказывается от евроинтеграции в пользу России. Это выборы украинцев или это все-таки политическая воля, навязанная Украине и Россией? Я не буду говорить, что навязана Россия или не навязана, но в Украине идут сложные процессы, и, безусловно, часть населения Украины, насколько я считаю, поддерживают выбранный курс. Просто Украина по своим масштабам несопоставима, конечно, со странами Балтии, но процессы или ситуация с сохранением своих геополитических интересов, влияния России здесь может привести, на мой взгляд, параллели. Например, в Латвии это, прежде всего, референдум на признание русского языка в качестве государства, но поддержка финансово, поддержка определенных политических сил в странах Балтии, прежде всего, в Латвии и в Эстонии. Потом это молочная война с Литвой. И здесь, в Эстонии, мы также видим, как Россия пытается оказывать давление на внутриполитическую ситуацию в Эстонии. До тех пор, пока в Эстонии есть внутри страны проблемы, противоречия, до тех пор, пока наше общество расколото по национальному признаку, до тех пор у нас остаются трудности. И это, по сути, на руку нынешней власти в России, как мне кажется. Ну, фух, да, мы сами обрисовали Россию таким агрессором. Давайте попытаемся, все-таки, немного представить, какая модель между нашими странами может быть, чтобы наши страны, наши народы, они сблизились. Я не буду говорить пресловутое слово интеграция, да, но сближение наших стран. Вот, историческая модель. Что можно использовать уже сегодня, а что нужно осудить и никогда к этому не возвращаться. Я, Владислав, прежде всего хочу заметить то, что я не хочу назвать, что Россия ни в коем случае является агрессором. Нет, мы просто привели факты, я с ними, к счастью, согласен. Но давайте нас потом скажут, что мы только все плохое о России говорим. Давайте попытаемся представить, вот какая модель возможности сегодня между нашими странами? То, что я говорю, ни в коем случае не является, как бы, скажем так, таким заявлением. То есть я не хочу сказать, что Россия агрессор, просто каждая страна вправе, и она, естественно, проводит внешнюю политику в таком ключе, которая будет на пользу этой стране. Россия является таким мощным государством, и применение так называемой мягкой силы, как сейчас говорится в Кремле, риторика и стратегия мягкой силы, это, значит, сохранение геополитических интересов на фоне, как бы, укрепления внутренней власти в лице, значит, президента Путина и аппарата центрального. Тут, как бы, эти процессы связаны. Ну, разумеется, что политику можно проводить по-разному. Да, то есть, конечно, я бы, я считаю, что, конечно же, здесь нужно сказать то, что диалог между нашими странами, между Эстонией и Россией ведется. Прежде всего, нужно заметить, что был успешно заключен пограничный договор, наконец-то у нас есть теперь граница, на, значит, на законном уровне, да, то есть у нас нет демаркационной линии, а есть законная граница. Это большой успех, значит, результат большой работы, объемной работы дипломатов Эстонской Республики и Российской Федерации. Я вижу в том, я вижу возможности сотрудничества Эстонии с Россией, прежде всего, в экономической сфере. Близость России для Эстонии должна быть плюсом, потому что рынок в России, он очень большой, и Эстония, на мой взгляд, может производить такую продукцию, которая была бы в Российской Федерации конкурентоспособна. Ну, экономическая сфера, экономическая сфера, а все-таки какие-нибудь исторические модели мы можем использовать в попытке сблизить наши страны, наши общины? Эстония ясно взяла курс на сближение с Европой и является, значит, Евросоюзом. Проводить какую-то отдельную политику в отношении России, я как бы сейчас не вижу, чтобы были бы такие предпосылки. Мы знаем, что, например, Польша проводит, так называемую, восточную политику в отношении Беларуси и России, но у Польши есть, как бы, другие ресурсы, другие возможности. То есть я считаю, что сближение Эстонии и России сейчас, как бы, для нас важно прежде всего в экономическом плане транзит, производство продукции и реализация на российском рынке, взаимовыгодное сотрудничество в экономической сфере и, может быть, в какой-то мере вопросы внешней торговли. В политическом плане о сотрудничестве говорить, наверное, трудно, потому что мы видим, что, к сожалению, в России сейчас укрепляется авторитарная власть. И мне очень жаль, что такие процессы происходят. Одним из важных моментов стало нагнетение ситуации или отношений между населением, между, скажем так, между Эстонией и Россией. Это интерпретация истории. К сожалению, я могу отметить, что в Российской Федерации в центральных, скажем так, институтах из исторической науки теперь делают инструмент пропагандистской информационной войны. И историки в России часто становятся заложниками этой ситуации и выполняют роль солдат инфо-войны. Я вас конкретно спрошу, а вот модели взаимного существования в рамках Советского Союза между русскими и эстонцами, такие-то позитивные моменты мы можем оттуда выделить и использовать сегодня? Или это прошлое, которое постоянно нас сталкивает с лбами и только между нами развивает конфликтные ситуации? И мы должны двигаться именно в сфере европейских ценностей вперед? Либо Россия принимает, что мы часть Европы и мы эти ценности разделяем? Либо она не принимает? Конечно же, Эстония заявила на референдуме и войдя в состав Евросоюза, народ Эстонии открыто заявил о том, что Эстония принимает европейские ценности и интеграция направлена на Европу. С Россией возможно только сотрудничество. То есть в какой-то мере некоторые политики у нас и общественные деятели говорят о том, что более близкое сотрудничество или интеграция с Россией это путь назад. Сейчас мы не можем говорить об интеграции с Россией, как это, например, происходит между Украиной и Россией или Белоруссией и Россией, поскольку Эстония вышла из орбиты бывшего Советского Союза или России. Поэтому Россия должна как бы... И она это понимает, что Эстония как бы из Латвы и Литва ушли безвозвратно из состава Советского Союза и из состава Российской империи. Что касается будущего, то мы не должны может быть часто перекладывать трудности и эти черные пятна, которые у нас были в прошлом на наши нынешние отношения. Да, можно говорить про оккупацию, депортацию, войну и так далее. Но нужно жить дальше. Может быть не нужно сейчас на этом акцентировать внимание. После восстановления независимости в Эстонии в 1991 году об этом говорилось очень много. Но невозможно об этом говорить всегда. То есть мы сейчас живем... То есть нужно искать новые модели взаимосуществования. В этом плане, что может быть, оставить историю историкам, а политику политикам. Ну вот как раз об истории. Хотелось бы поговорить еще о том невежестве, которое часто происходит на российском телевидении. Мертвенно-белый фашистский крест. Именно так о Кресте Свободы недавно на российском телевидении высказалась внимание кандидат исторических наук, юрист Вероника Крашенинникова. Надеюсь, правильно сказал ее фамилию. Ну и часто вообще по российскому телевидению говорят о слетах в Синемя, о маршах в Риге, говорят о том, что наши страны чуть ли не профашистски настроены, у нас происходит героизация нацизма, фашизма и так далее. Хотя вот, например, в Москве проходит русский марш, где школьники скидывают дикхайль, некоторые участники достают свастики времена гитлеровской Германии, и при этом русские, проживающие в Эстонии, ничего об этом не знают. То есть, они знают про Синемя, они знают маршах в Риге, но когда им говорят, что в России проходит русский марш, и в России ждет самое большое количество вот как бороться с этим невежеством, которое существует на российском телевизии, которое трансформируется на нашу русскую общину в Эстонии? К сожалению, так сложилось в Эстонии, что общество Эстонии расколото действительно на две категории, на эстонцев и на русскоговорящих, и эти две общины, они живут по сути, скажем так, как эстонский омамулис, то есть в своем пузыре, варится в собственном соку, варится медиапузырь, это окружение, из которого очень трудно вырваться. Конечно же, русскому человеку гораздо легче получать информацию на родном языке. Те попытки создать эстонский государственный канал на русском языке потерпели, по сути, крах. У нас по сути нет ежедневной газеты русской, которая выходила каждый день, даже русский постимец, одна из ведущих газет, она выходит теперь уже не кажется. Но у нас есть одна, но она носит скорее пропагандистский характер, нежели просветительный. Если вы имеете в виду столицу, то я про столицу не имею в виду. И поэтому среди русскоязычного населения больше всего потребляются каналы получения информации, как правило, российского происхождения. И здесь мы видим через риторику, которая там применяется, как наш сосед по сути развязал эту информационную войну. Идет война за владение умами людей. То есть вы считаете, что это конкретная война? То есть идет постоянная атака на умы русских, проживающих в Эстонии, что вы живете в фашистском государстве? Да, потому что раскол в Эстонии кому-то нужен. И поэтому здесь важно ответить то, что Эстония должна искать пути для того, чтобы сделать государственные каналы на русском языке. И та информация, которая преподносится из-за кордона, она не всегда является адекватной, но человек, не сведущий средства массовой информации, может очень легко попасть в заблуждение через интерпретацию или через ситуацию, когда говорят, что мы делаем новости. То есть делать новости, когда из-за миллиарда событий выбираются определенные, их интерпретируют в определенном ключе и преподносят не только местным жителям, но и допустим русской общины Латвии, соседних государств. Таким образом у нас возникает ситуация неудовлетворенности, когда кажется, что у нас уйдет ущемление прав национальных меньшинств и так далее. Я лично не считаю, что у нас есть какие-то ущемления граждан или не граждан по-настоящему. Мы поговорим об этом во второй части нашей передачи. Очень интересно. Напомню, что сегодня у нас в гостях историк Игорь Копытин. Никуда не уходите, скоро вернемся. СПА-санаторий Нарва-Ису предлагает восстановительное лечение и спа-отдых в живописном курортном месте, где море вы можете любоваться прямо из окна своего номера. Лечебное отделение, включая физиотерапию, водогрязелечебницу, массажные кабинеты, банный комплекс сауна Майльм для вас в любое время года. Позаботьтесь о своем здоровье и отдыхе, а мы поможем вам в этом. Спа-санаторий Нарва-Ису. Это ваш выбор. Переводная детская литература эстонских авторов. Что знают о ней, русские школьники? Цикл передач «Алгоритм сближения» – это рассказы о популярных детских писателях и их произведениях. Это интервью с авторами и исследователями. Это тематические мероприятия и уроки в русских школах. Смотрите передачи «Алгоритм сближения» на телеканале Арсент по понедельникам в 15.15 и 21.15, а также в повторе на выходных. Передачи выходят при поддержке Министерства культуры Эстонии. Вы устали? Или у вас проблемы со здоровьем? Во многом спасением может стать массаж. Это можно сделать недорого, но очень качественно. В Таллине на улице Майека, 56, вход со двора. Различные виды массажа. Выбирайте и записывайтесь по телефону. 55.02.152 Телеканал Арсент и игра «Улыбка Фортуны» представляют розыгрыш «Близок». Для участия наберите в мобильном телефоне через пробел два ключевых слова «for» – «for send» и отправьте их на короткий номер платной линии 13.013. Телевизионный розыгрыш «Улыбка Фортуны» и «Сакамейс» представляют Рождество в Сакамейс. Пакет на две ночи для двух человек. С 24 по 26 декабря. Проведите волшебные минуты в компании близкого человека в самом романтическом поместье в северо-восточной Эстонии – Сакамейс. Насладитесь красотой нетронутой природы. В пакет входит размещение в двухместном номере старинной усадьбы Сакамейс и СПА-процедуры, завтрак, шведский стол, Цена приза – 340 евро. Приз от телеканала «Арсен» и «Сакамейс» можно выиграть, послав сообщение, на короткий номер 13.013. Смотрите подведение итогов каждую последнюю среду месяца в прямом эфире. Участвуйте, выигрывайте, запоминайте номер 13.013. Удачи вам, дамы и господа! САНА – представительный магазин-салон в центре Таллина, импортирующий ткани со всего мира. Это более 20 лет работы на радость тем, кто предпочитает шить своими руками. САНА – это стильные, модные ткани. Приходите познакомиться с новой коллекцией натуральных тканей из Германии. САНА может предложить вам многое и всегда на шаг впереди других. Уникальные, целебные свойства с аллеи Мертвого моря. Вы испытаете на себе, не выезжая в далекое зарубежье. ТОИЛА СПА Эстония – это совсем рядом. АРТИКОН РАДИО ТАЛЛЕНД Здравствуйте! В эфире общественная политическая передача «Многоточие». Меня зовут Владислав Копылков и мы возвращаемся в студию. Сегодня у нас в гостях историк Игорь Копытин. Мы обсуждаем разные темы, связанные взаимоотношениями между Россией и Эстонией. И остановились мы на теме инфовойны, что вот из России идет постоянно массированная атака через средства массовой информации, что Эстония там героизует нацистов, приспешников Гитлера и т.д. и т.п. Вот как с этим бороться? АРТИКОН РАДИО ТАЛЕНД Здесь можно сделать такую ремарку, что очень легко увидеть у своего соседа Савинку в глазу, но не зависит все от бревно. Ситуация, когда идет культивирование через средства массовой информации российского происхождения, изображение, лубочной картинки Эстонии, что это фашистское государство. По сути не замечается событие русского марша в Москве, где мы видим активное действие неонацистов и, скажем так, шовинистов, правых радикалов всех мастей разного толка. И важным является вопрос культивирования исторической памяти. Почему, например, события Второй мировой войны для эстонцев связаны прежде всего с оккупацией, с депортацией, с оттоком населения беженцами, которые покинули Эстонию преимущественно в 1944 году. Для русскоязычного населения, допустим, это сентябрь 1944 года, освобождение. То есть это вопрос интерпретации и исторической памяти, которые искусственно формируются, как с одной стороны, так и с другой стороны. И здесь возникает конфликтная ситуация. Интересный момент, может быть, известного публициста Эстонии Имби Павел, который рассматривает события Второй мировой войны того времени с точки зрения трагики и личной драмы. Мы знаем, что русская община Эстонии, довоенная, очень сильно пострадала от советской власти в первый год, советской власти в Эстонии, в 1941 год. Грамотная часть бывшей белгородейцы, интеллигенция городская, те, которые не смогли покинуть Эстонию, а Эстонию было в то время сложно покинуть, они были арестованы, часть была депортирована, некоторые были расстреляны. Некоторых лучших представителей русской интеллигенции в 1941 году даже не вывозили в СССР, а расстреливали здесь в батарейной тюрьме. Среди депортированных было некоторое количество и евреев, там были представители других, самых меньшинств Эстонии. Поэтому идея травмы, трагедии, человеческой потери, она должна нас скорее сближать. Мы просто должны несколько иначе взглянуть на события Второй мировой войны. Не стоит, может быть, здесь с одной стороны кричать, там, оккупация, да, постоянно. Да, то есть это был серьезный момент. Но понимаете, что это очень сложно, когда из России всегда говорят, что, ну, де-факто на уровне того, что президент страны высказывается, что оккупации Эстонии не было, имеется в виду Владимир Путин, да, то, конечно же, очень сложно русским, которые в большинстве своем смотрят российское телевидение, и слышат вот эту вот пропаганду, как-то пытаться найти какие-то точки соприкосновения на истории Второй мировой войны. Они ее видят именно вот так топорно. Оккупации не было, Советский Союз нас спас. Слава Советскому Союзу, давайте все туда вернемся буквально. Решением этого вопроса я вижу развитие критического мышления и аналитического мышления у молодежи гимназического возраста в школах. Потому что проблемой, почему человек бездумно принимает какие-то штампы, стереотипы и становится жертвой мифов, их поклонникам и последователям, это недостаточно критическое мышление и также качество гуманитарного образования, гуманитарного социального образования. Поэтому здесь нужно сделать, может быть, акцент на преподавании гуманитарных предметов в школе и в университетах. Конечно же, мы не можем как-то прекратить вещание, это было бы глупо, прекратить вещание в каналах, противовес информационный какой-то. Я считаю, что мы не можем создавать какую-то группу историков, которые были бы подчинены каким-то министерствам и писали бы заказные книги. Мы видим, как в России историк Александр Дюков, у него выходит в год по три-четыре книжки, когда он успевает писать, каким образом. Если в среднем продуктивность одного историка, одна книга в год, это очень хорошая продуктивность. Кроме того, там готовится к выходу учебник истории, единый учебник истории. Сейчас мы видим, я недавно, буквально в августе был в Москве, в Академии наук, где мне довелось в течение 10 дней беседовать с ведущими историками Российской Федерации, в том числе на тему создания концепции единого учебника истории. В России принята государственная линия, которая называется историческая политика. Отклонение от трактования исторической политики влево или вправо считается уже оппозицией. Поэтому ведомственные историки, которые находятся на государственной зарплате, они просто вынуждены в данной ситуации уже либо уйти добровольно с работы, чтобы не стать иностранным агентом. Либо писать неправо. Либо писать, описывать или давать оценки, анализ исторических событий с политической подоплекой, с идеологической направленностью. Например, какие моменты, концепции единого учебника в России мы видим? Это, прежде всего, частичная реабилитация Сталина и сталинизма, когда говорится, да, он истребил десятки миллионов людей, но, с другой стороны, если не было бы Сталина, мы не победили бы в Великой Отечественной войне. То есть, де-факто, эти жертвы сталинизма ставятся на алтарь победы, ничего страшного. Не важно, что количество потерь во Втором мировании Советского населения до сих пор не установлено точно. Там вырадируются цифры от 27 до 49 миллионов. То есть, советских людей никто не считал. И сейчас тоже тенденция такая, что эти потери оправдываются необходимостью, или тяжелым, суровым временем. Вообще, конечно же, нужно признать, что Россия всегда отличалась особой черстостью в отношении к людям. Но это свойственно, может быть, нашей культуре русской. Это было не только в Советское время, да, и в Царской России это критиковалось еще в районах Пушкина и Грибоедова. И, по поводу, значит, закончив тему по поводу единого учебника, мы также видим, как пытаются оправдать пакт Молот-Риббентропа. То есть, пакт Молот-Риббентропа и секретный протокол, который к нему прилагался, по которому, по сути, Советский Союз также, по сути, был причастен к развязыванию Второй мировой войны, поделив с Гитлером Восточную Европу, снабжав нацистскую армию топливом, когда, значит, западные союзники пытались как-то противостоять агрессии нацистской Германии, то сейчас взят курс на такую риторику, что будто бы пакт Молот-Риббентропа был оправдан нежеланием, как бы, западных стран, Франции и Англии в то время, значит, сотрудничать с Советским Союзом. Прежде всего, там, вопрос Польши, которая не хотела в случае, значит, конфликта пропускать через свою территорию советские войска. И если, как бы, смотреть момент, значит, заключения, в общем, договора о базах, представления военных баз на территории Эстонии, значит, Красной Армии, мы имеем стенограммы переговоров министра странных дел Сельтера в Москве с Молотовым, то мы видим, в каком тоне вообще шел разговор. То есть, было оказано определенное давление на границах Эстонии, Латвии и Литвы, были сосредоточены войска, которые были готовы к военному удару по, значит, трем странам Балтии. Поэтому говорить, конечно же, отрицать, значит, вторжение Красной Армии в страны Балтии просто невозможно. Только то, что не нужно, опять же, значит, манипулировать этими фактами, скажем так, вольно. И в ответ, как бы, в ответ на то, что идет, значит, от нашего восточного соседа, я все-таки не вижу смысла у нас, как бы, создавать какие-то ведомственные структуры или какую-то государственную политику. Историк, он является личностью свободной и творческой. Поэтому никто не вправе сказать историку, что сейчас ты историю будешь писать вот так или иначе. Историк исходит из своей этики, из правил исторической науки. И, основываясь на этом, он, учитывая субъективные факторы, изучает события прошлого и издает очень многое. Ну, естественно, что даже субъективное мнение историка не может быть отшлифовано государственной машиной. Это будет абсолютно неправильно. Ни в коем случае. И по этому учебнику будут учиться будущие поколения. Ни в коем случае. Я закончу то, что в рамках уроков истории, опять же, в школе не может быть единого учебника. Должны представлены различные взгляды на какие-то моменты истории. Вопрос интерпретации, он очень важен, он не может быть однобоким. Как говорилось раньше, когда в России действовала комиссия по борьбе с фальсификацией истории, что историю России нельзя толковать так, чтобы это шло в ущерб имиджу России. Но это же идет вразрез с исторической наукой. Мы не можем сказать историю так, как она была на самом деле, если это идет вразрез с политикой. Получается, историческая политика, которая нарушает баланс между историей и политикой. Ну вот, говоря о территориальном каком-то конфликте, возможно, в будущем. Недавно ведущая «Эхо Москвы» Евгения Альбац сказала, что она не видит ничего страшного в том, если бы Россия разделилась по уральскому хребту. И в России это вызвало просто бурое негодование. По НТВ выпустили целый разглачительный фильм о том, кто хочет разделить Россию и так далее и тому подобное. И вот Валерия Новодорская недавно заявила о том, что Иван-город буквально спит и видит и мечтает присоединиться к Эстонии. Вот вы, как военный эксперт, если вдруг такая ситуация встанет, и жители Иван-города на самом деле выскажутся за то, чтобы стать частью Эстонии. Как в этой ситуации должна вести себя Эстония? Она должна принять Иван-город свой состав? Или лучше в эту ситуацию даже ни на шажок не влезать? Нужно признать, что этот вопрос, конечно, является, или ответ на этот вопрос будет такой политической спекуляцией. Мне не хочется спекулировать, но я считаю, что у каждого народа есть право на самоопределение. Если, например, Республика Татарстан вдруг заявит о том, что они желают получить независимость, если это будет обоснованно, то они могли бы это получить. Но это внутреннее дело России. Эстония не может вмешиваться во внутренние дела России. То, что происходит в России, это дела России. Я не знаю, если будет проведен референдум вдруг в Иван-городе от присоединения к Эстонии, но это, мне кажется, что скорее такой момент, мало как бы связанный с реальностью, потому что... А что если не будет референдума, и будет еще менее реалистичный сценарий, что жители Иван-города начнут переходить границу? Как себя вести эстонским властям? Ставить армию и говорить «нет», «разворот» и идите назад? Если вдруг будут какие-то такие, как в виде беженцев люди приходить, то должны быть привлечена гуманитарная миссия с поддержкой Евросоюза. И мы знаем, что Евросоюз испытывает давление со стороны эмигрантов из Африки и Азии через Средиземное море, которые пытаются попасть в зону Шенгена Евросоюза. И для этого Испания, Мальта и Италия получают определенные субсидии. То есть мы должны придерживаться в рамках международного права и тех механизмов, которые запущены в Евросоюзе в отношении эмигрантов. Ну что ж, у нас время передачи подходит к концу, было очень интересно. И в конце у нас традиционный блиц. Я вам задаю вопросы, даю два варианта, и вы должны выбрать только один. Например, черное или белое. Это нечестно. Вы должны сказать черное или белое. Третий вариант тоже должен быть. Нет третьего варианта, да. Давайте начнем. Юденич или Ленин? Юденич. Восток или Запад? Запад. Школа или армия? Школа. Расширение границ или защита суверенитета? Защита суверенитета. Сила слова или сила оружия? Сила слова. Семья или долг? Семья. Спасибо. С нами сегодня был историк Игорь Копытин. Напомню, что это была общественная и политическая передача «Многоточие». Меня зовут Владислав Копылков. Желаю вам всем удачи. Скоро увидимся. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok